Здравствуйте, мои уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим затирание. Регулирование состава экстракта. Химический состав экстракта охмелённого сусла зависит от исходного сырья и технологического процесса его переработки. Так как показатели качества пива зависят от экстракта, то пиво должно иметь состав, отвечающий отдельным его сортам. Количество и качество экстракта, получаемого при переработке одного и того же вида сырья, можно регулировать в определённых пределах путём изменения условий затирания. На качество экстракта наиболее влияет температура и продолжительность её действия. Затем концентрации и PH затора. Влияние изменения температуры и продолжительности её действия. Скорость ферментативных реакций возрастает с увеличением температуры и достигает максимума при оптимальной температуре. При дальнейшем повышении температуры скорость реакции в результате инактивации ферментов быстро падает почти до нуля. Оптимальная температура непостоянна и колеблется в зависимости от продолжительности реакции. Например, рассахаривание крахмала, катализируемое амилазами, при коротковременном воздействии 5 минут, наиболее интенсивно при температурах около 75 градусов Цельсия. А при долговременном воздействии 2 часа лучший результат был получен при температуре около 60 градусов Цельсия. Расщепление крахмала при осахаривании зависит от температуры и качественно и количественно. Это вызвано тем, что декстренизирующая амилаза при высоких температурах осахаривания более стойко, чем осахаривающая бета-амилаза. В производственных заторах альфа-амилаза имеет температурный оптимум около 70 градусов Цельсия, а бета-амилаза от 60 до 65 градусов Цельсия. Следовательно, на практике с помощью выдержек при различных температурах можно до определенной степени изменять соотношение сбраживаемых сахаров и не сбраживаемых декстринов в охмеленном сусли. Больше всего мальтозы образуются при осахаривании в интервале температур от 60 до 65 градусов Цельсия. Кольбах отмечал, что основная часть мальтозы образуется при указанной температуре под действием бета-амилазы в течение 15 минут. Хотя затор дает с йодом цветную реакцию и позже. Следовательно, в этот короткий период в целом достигается состав сусла, соответствующий к конечной степени сбраживания, которая позднее повышается уже незначительно под действием амилаз на прокипяченную часть затора и в результате до осахаривания в остатке после спуска последнего затора. При температурах 75-78 градусов Цельсия под действием альфа-амилазы на остатки неосахаренного крахмала образуются почти одни декстрины, так что на конечную степень сбраживания это уже не отражается. Чтобы на практике получить охмеленное сусло с высокой степенью сбраживания целесообразно стимулировать деятельность бета-амилазы введением выдержки от 15 до 20 минут, при низкой температуре осахаривания от 60 до 65 градусов Цельсия, при последующем нагреве до 70-75 градусов Цельсия затор осахаривается в течение нескольких минут. Часто осахаривание приводят и при постепенном подогреве 1 градус за 2 минуты затора. В интервале температура осахаривания, например, между 65 и 72 градусами Цельсия. Если же наоборот надо понизить конечную степень сбраживания охмеленного сусла, то следует стимулировать действие альфа-амилазы в ущерб бета-амилазы осахариванием при более высоких температурах свыше 70 градусов Цельсия. Если осахаривание проводится при температуре от 68 до 72 градусов Цельсия, то одновременно действуют обе амилазы. При этом образуется достаточное количество мальтозы, хотя и меньше, чем при 60-65 градусах Цельсия. Одновременно довольно быстро происходит декстринизация, так что зато осахаривается быстро, то есть не дает с йодом цветной реакции. При переработке хорошего солода, как правило, нет необходимости применять осахаривающую выдержку при переработке второй отварки, иногда второй и третьей отварки. Зато осахаривается в соответствующем интервале температур при медленном нагревании 1 градус Цельсия за 1 минуту. Продолжительность осахаривающих выдержек при осахаривании обычно определяется временем необходимым для достижения полного осахаривания. Ошибкой является осахаривание заторов при высоких температурах осахаривания около 75 градусов Цельсия. Хотя в результате того, что заторы осахариваются быстро и это дает экономию во времени, охмеленное сусло содержит много декстринов и имеет низкую конечную степень сбраживания. В пиве образуется мало спирта, вкус его пустой и в целом менее приятный. Следовательно, экономия во времени в данном случае не оправдана, так как получается пиво худшего качества. Наоборот, время расходуется впустую, если осахаривающая выдержка применяется после того, как исчезла цветная реакция на йод. Согласно существующему мнению, расщепление белков происходит при температуре от 40 до 70 градусов Цельсия. Оно не ограничено так называемой температурой пепотонизации . При ней оно лишь происходит интенсивнее. В практике это означает, что белки расщепляются при температурах затирания до 70 градусов Цельсия. Таким образом, оба процесса протекают не только последовательно, но и одновременно. При выдержке при 70 градусах Цельсия выравнивается соотношение фракции азотистых веществ. Этот факт снижает практическое значение так называемой температуры пептонизации, при которой только при особо благоприятном PH под действием пептидаз солода может образоваться небольшое количество низкомолекулярных продуктов расщепления белка . Во всем же интервале температур проявляется преимущественно действие протеиназ, под действием которых образуются высоко и среднемолекулярные продукты расщепления белков. Содержание стойко растворимого азота тем самым возрастает. По английским источникам Лопкинск и Краузе более выгодно проводить пептонизирующую выдержку при 60 градусах Цельсия. Протеиназы инактивируются в заторах при 60 градусах Цельсия в течение 1 часа, а при 70 градусах очень быстро. Активность пептидаз солода при классических способах затирания отражается на затории и отдельных его частях. Максимальную активность имеют пептидазы в осахаренной первой отварке перед кипячением. Это объясняют освобождением связанных пептидаз при температурах осахаривания, при ускоренном способе затирания при температуре 61-63 градуса Цельсия. Наоборот, условия неблагоприятны для протеолиза. Активность пептидаз солода снижается вскоре после его осахаривания. Однако, несмотря на это, не существует большой разницы в соотношении отдельных фракций азотистых веществ в готовом охмеленном сусли. При переработке нормально растворенных солодов происходит удовлетворительное с количественной точки зрения расщепление белков. Главным образом в остатке после спуска первой отварки в двух отварочных способах затирания. Иногда после спуска второй отварки при трехотварочном способе. Только в случае, если был использован недостаточно растворенный солод. При переработке первой отварки применяют пептонизирующую выдержку при 50 градусах Цельсия. Если нужно добиться более основательного расщепления, то эта выдержка должна быть достаточно продолжительной. Из сказанного ранее вытекает, что на состав азотистых веществ в готовом охмеленном сусли существенное влияние оказывает не температура затирания, а степень растворения белков в солоде. При затирании соотношение отдельных фракций выравнивается независимо от градации температур. При переработке недостаточно растворенного солода введение выдержки при так называемой температуре пептонизации от 45 до 55 градусов Цельсия дает возможность устранить ряд технологических трудностей. Степень расщепления белков в охмеленном сусли существенно влияет на физико-химическую стойкость пива. Однако при затирании невозможно непосредственно контролировать расщепление белков или управлять им так, чтобы образовалось как можно меньше фракций, которые позже образуют муть с дубильными веществами солода и хмеля или с нуклеиновыми кислотами солода и продуктами их расщепления. Поэтому выбирается косвенный способ, заключающийся в том, что в ходе всего технологического процесса стимулируется коагулирование фракций, вызывающих образование мути. Этим обеспечивается хороший брух охмеленного сусла, коагуляция мути в грубой форме, хорошее осветление пива при дображивании и т.д. Наконец, пиво стабилизирует дополнительным снижением содержания высокомолекулярных белков путем осаждения, адсорбцией или расщеплением препаратами, содержащими активные пептидазы. Влияние изменения концентрации. При низких температурах результат ферментативных реакций обычно зависит от концентрации фермента, субстрата и образующихся продуктов распада. При высоких температурах ферменты в более жидких заторах сильнее инактивируются, чем в заторах более густых, более концентрированных. Концентрация затора оказывает определенное влияние на количество и качество экстракта, образующегося под действием амилаз. Содержание суммарного избраживаемого экстракта повышается при разбавлении затора. Более высокую активность амилаза в жидких заторах используют при переработке плохих, трудноосахаривающихся солодов и при переработке большой доли крахмалистых заменителей вместе с обычным солодом. Доля избраживаемого экстракта в общем экстракте зависит от концентрации затора. Экстракт из более густых заторов содержит больше мальтозы, чем экстракт из заторов в более жидких. Это вероятнее всего связано с повышенной стойкостью бета-амилазы в более густых заторах, в которых она действует дольше, чем в более жидких заторах. Активность пептидаз, в отличие от амилаз, снижается с разбавлением затора. В густых заторах в раствор переходит несколько больше стойко растворимого азота, чем в жидких заторах. По окольбаху путем подбора концентрации затора в узком диапазоне можно регулировать соотношение высоко и низкомолекулярных фракций. Влияние и изменение PH. При затирании PH постепенно снижается. Сдвиг в более кислую область зависит от температурного режима, количества отварок и интенсивности их кипячения. Нормальный PH затора колеблется от 5,7 до 5,8. Первое сусло обычно имеет PH от 5,5 до 5,7. Общее снижение PH при затирании не одинаково и зависит главным образом от системы буферов. В результате повышенной диссоциации электролитов в заторах при высоких температурах концентрация водородных ионов H+, повышается, а поэтому их PH ниже. При 50 градусах Цельсия PH в среднем на 0,2, а при 70 градусах Цельсия на 0,3 ниже, чем при обычной температуре. Зона оптимального PH большинства солодовых ферментов смещена в производственных заторах несколько дальше кислой области. На практике наблюдается стремление поддержать PH заторов на величине соответствующей естественной кислотности солода. Колебания PH, происходящие при затирании в результате колебаний химического состава производственной воды из естественных водоемов, как правило, незначительны и влияние их не имеет значения. Несущественны также и колебания PH заторов, зависящие от естественной кислотности разных партий солода одного и того же типа. И наоборот, неправильная дозировка реагентов при химической обработке воды для варочного отделения, главным образом переизвесткования, всегда имеет сильное отрицательное влияние. Черезмерное повышение кислотности в результате деятельности бактерий при вынужденной остановке производства по техническим причинам также может поставить под угрозу осахаривание затора вследствие ингибирования активности альфа-амилазы. На практике прямое регулирование PH заторов ограничивается поддержанием деятельности фитазы. Температурный оптимум, который лежит в интервале расщепления белков, то есть в диапазоне 45-55 градусов Цельсия. Однако эффект этот не имеет существенного значения, не говоря уже о том, что интенсивное расщепление белков часто нецелесообразно. При таких условиях в практике в необходимых случаях пользуются косвенным процессом. Чаще всего это корректировка химического состава производственной воды путем снижения карбонатной жесткости, или более глубоким вмешательством, в результате которого существенно снижается общее содержание солей в воде. В некоторых странах используют непосредственное подкисление воды органической или неорганической кислотой, например, молочной, серной и так далее. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео, когда они выходят. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео с другими людьми, которым оно могло бы быть интересным и полезным этим людям. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.